Привет, друзья! Я мультимедийный человек, не только потому, что я одновременно рисую, пишу книги, выступаю с докладами, развиваю науку человечности вместе с вами. Кроме этого, создаю новые методики, контенты, изобретения, у меня патенты и прочее. Я еще шутник, как вы знаете, но я мультимедийный еще и в том, чему являюсь и вам примером тоже, потому, что я одновременно, значит, все факторы каким-то образом в пазлы складываю, и вот сейчас хочу с вами посоветоваться. Ну, обычно женщины советуются, как они выглядят, а я хочу как мужчина. Ну, мужчина тоже иногда, когда галстук примеривает, там у дамы может или у жены спросить. Вот у меня вебинар сейчас будет в четверг в 9 часов, и мне надо там очень важную вещь показать, очень новый алгоритм, такой общеукрепляющий, который одновременно повышает стресс-устойчивость и иммунитет. Ну, это вообще-то всем сегодня нужно, и взрослым, и маленьким, и завтра человеку будущего. Мне в белом быть, или в голубом, или в желтом. Вот одновременно я, как говорится, мультимедийно проверяю память вашу, внимательность вашу, и одновременно пытаюсь понять, где я нахожусь, как говорила моя знакомая, и где я нахожусь, да, идея, где я нахожусь. Смотрите ли вы мои ролики, записаны ли вы на мой канал YouTube, поставили ли там колокольчик, чтобы всё время получать новое. Да, одновременно всё делаю, поэтому мне напишите, вот, пожалуйста, потому что мы сейчас включаем коллективный разум на примере, на примере вы мне даёте совет, как мне выглядит четверг на вебинаре, на важном, полезном для всех. В белом, в жёлтом, или в голубом, да, это первое. Второе, значит, новый пианист, которого я создаюсь, тоже пример коллективного творчества. Мы этой примеры коллективного творчества, созидательного, совместного труда включаем и на Zoom, вот, на вебинаре, или на бесплатных ликбезах, там все выходим в Zoom и решаем волнующие всех проблемы по плану здоровья, страхи снимать там и так далее. Видите, как я быстро говорю, да? Потому что знаешь, что сказать. Это очень интересно. Когда знаешь, что сказать, и когда у тебя мысль сформировалась, тебе легко её высказывать. Сочинение всегда труднее, чем изложение, правда же? Сочинение надо думать. А излагать, когда ты под впечатлением чего-то, ты быстро излагаешь. Я под впечатлением своей идеи. А идея такая. Вы, во-первых, скажите, что здесь убавить, добавить. Пример коллективного штурма. Мы же воспитываемся, как мы будем решать потом на мозговых штурмах глобальные проблемы человека и человечества. Ну, что там ему? Улыбку сделать другую, глаза открыть, закрыть, пальчики сделать понежнее, подвижнее, сделать из него ещё большего мудреца такого старинного или сделать современного парня, у которого в вихре развеивается, и он прям в пары, да? Дайте совет, дайте совет. Может, кому-то так нравится. Так что я вам хочу сказать. Вчера смотрел Караулова и Гаврил Харитонович Попов, который был раньше мэром Москвы. Итак, друзья, мы впереди всех. Вот почему. Потому что Попов очень мудрый человек. Очень мудрый человек, много навидавший. И он говорил, почему сейчас? Вроде людей, которые недовольны ситуацией. Ну, вы понимаете, о чём я говорю. Во всех уровнях, да? А вот не получается ничего. Все молчают. Почему? Там и Навального вспомнили, там и других. И вот Гаврил Харитонович сказал такую мудрую вещь. И вы сейчас увидите, почему мы впереди планеты всей. Наша школа «Человек-будущий и хомофутур». Сейчас увидите. Это очень важно. Он сказал о том, что он не видит сегодня, несмотря на много-много людей, которые недовольны ситуацией. И молодёжь недовольна ситуацией. А вот нету вот того, чтобы как бы прорыв какой-то произошёл к новому. И он говорит, может, потому что, говорит, в принципе, там есть такой пункт очень важный. Он говорит о том, что... Вот Солярис, например. Помните фильм «Солярис»? Станислав Лем создал такое произведение. Удивительно, в фильме «Солярис» там Тарковский играл. Ну, в Тарковский смысле делал этот фильм. Там вот океан был. Океан был, который проявлял их как фантомы, мысли их и так далее. Такой разум мировой вроде бы модели. Вот как мы делаем такой коллективный разум. Что сохранить, не сохранить в этом человечестве. Ну, короче говоря, суть такая. На самом деле Гаврила Харитонович сказал о том, что лидеров нету, которые могут, кроме, как говорит, чего нельзя, сказать, как надо. Как надо, потому что есть проблемы, например, глобальные. На самом деле, говорит, есть. Это говорят миллиарды, миллиарды людей, переизбыток людей на планете. Чем и пользуются те, которые сейчас нами пытаются манипулировать, что это факт. На самом деле людей много, их избыток. И никто не предлагает, как этот вопрос решить. Потому что, ну, все, что предложения делают, они такого тактического уровня. То есть вперед никто не смотрит. Но проблема-то есть. Вот оно, точка преткновения, почему мы впереди планеты всей. Сейчас нас берут, науку человечности, и тоже кое-где пытаются говорить об этом. Мы всякие люди, всякие там прогнозисты, что человечность нужна. Конечно, мы эту науку человечности сколько лет уже тут развиваем. Так вот, я задумался, в чем дело? Человеки нам нужны как люди, как количество вот такое, миллиарды, миллиарды людей. Ну, конечно, нам жить негде будет. Или что? Или я вот задумался над этим и решал. И вот когда появился у меня такой глобальный вопрос. А ведь прав Гаврилы Харитоновичи. Никто не предлагает решение вот такой глобальной проблемы. То есть наши все лидеры, которые там Навальный, другие, пятые, десятые, они никто дальше носа не видит, они стратегически не мыслят, они не проникают в самую глубь эволюционных вопросов развития цивилизации, которые волнуют, оказывается, миллионы людей, не меньше, чем кушать сегодня просто там пирожные такие или такие, или на каком велосипеде ездить. Есть глобальные проблемы, это мы не знаем. А люди-то в мире-то знают, есть же люди не глупее нас, которые больше информации знают, они вот и о потеплениях обсуждают, там и обсуждают и проблемы перенаселения планеты. Да, поскольку решения нету, поэтому пользуются манипуляторы. Они заявляют, да, вы видите, что перенаселение идет, да. Те люди все понимают это. И они начинают вот это вот, чтобы там не говорить эти слова, чтобы нас не выключили, ну же женацию там, вот эти все вещи начинают, потому что не знают люди выхода, понимаете, в чем дело. Вот эти вот лидеры, правительство и так далее, не могут ничего предложить, потому что факт есть факт. А потому что на самом деле нужны не люди. Я вам сейчас скажу ответ, почему мы впереди планеты света. Я имею в виду нашу школу, человек будущего. Потому что дело не в хомо сапиенсе, понимаете. Хомо сапиенс, хомо сапиенс, человек разумный, да. Это правильная категория, да. Правильная категория. Но она не спасла от переизбытка людей, которые их растет. Либо вы должны ограничивать, например, как говорил Ихаритон, что там сказал, может быть действительно задуматься о том, чтобы поменьше детей рожать там. Ну, понимаете, в чем дело. Посмотрите это видео, интересно. Я ему хочу позвонить и ему сказать. Вы мудрый человек, и я хочу вам подсказать кое-что. И подскажу. Потому что не количество людей нужно. Количество людей – это все равно, что количество мышей. А каких количеств людей нужно? Хомо сапиенс? Нет, они же, видишь, проблему создали. Хомо футурус нужен, человек будущий. А он какой? Мы идем в русло эволюции. Человек будущего какими качествами будет обладать? Вообще человек – это мы науку человечества создаем, значит, главные там моменты какие. Человечность – это что? Человечность – это любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, готовность к сотрудничеству, созидание. Так, момент. Сопереживание – это человечность, то есть способность чувствовать чужую боль. Чувство бесценности живого. Так, внимание. Созидание, творчество, творчество. Коллективное творчество – то, чего мы сейчас делаем. Коллективное творчество. Так вот, если не людей будет много миллиарды, а творцов будет много миллиарды, так они же всегда могут найти решение любого вопроса. А просто люди – нет, конечно. Вот же в чём разница. Поэтому мы, школа «Человек больше», «Homo futuro», знаем ответ на этот вопрос, потому что мы находимся в русле эволюции, куда нас движет природа. От человека инстинктивного «бей, беги, оцепеней», который создаёт эти все запреты, в человеку-творцу созидательному, когда инстинктивное действие мы трансформируем в упражнения, которые эту энергию открывают нам для творчества, для трансформации энергии, стресса, произведения в хорошие мысли и так далее. Кстати говоря, на вебинаре скажу отличительную вещь от всех моих прежних вебинаров, потрясающую. Как сложить? Вот мысли у вас хорошие, допустим, они сложились, так хорошо течёт время психическое, вы всё понимаете, и вдруг что-то случилось, и всё развалилось. Как собрать расколотую мысль? Я вот такой интересный там момент, как использовать волну, как вот этот вот момент биоритма, когда вы через волну пропускаете любые свои вопросы, они начинают решаться. Я там такую вещь покажу, обалдеть просто. Ну, короче говоря, вы меня поняли? Первый вопрос вам, пожалуйста. В белом мне, в голубом или в жёлтом? Это проверяется ваша память, внимание и смотрите ли вы наши ролики. Второй вопрос. Что мне делать с пианистом? Потому что того пианиста, который я сделал, шедевр был, тот забрал, денег до сих пор не дал, говорит, ты, говорит, пиши, пиши, я скоро приду этого пианиста. Вот, слушай, так получается, что у него будет целая галерея своя пианистов, а я на этого пианиста, извините, уже третий пакет красок, каждая краска тысячу рублей, семьдесят тысяч я уже на него потратил. Вы представляете? Потому что краски-то акрил, извините меня. Но дело не в этом. Короче говоря, второе это коллективное творчество. Давайте, я все советы слушаю. Видите, глаза ему прикрыл. Они у меня были открыты. Так, дальше поехали. Цвета меняю. Дальше, дальше. Что вы думаете об этом? И так нужен не человек в большом количестве, а человечный человек, творящий. Творящий. Человек творящий, изобретающий. И тогда, когда их будет много, пусть они переселяют планету, Бог с ним. Но это творцы, которые всегда придумают, елки-палки, они всегда придумают, что и как делать. А просто люди. Это потребители получаются. Вы меня поняли? Вот почему. От хомо сапиенса, хомо футурус. Мы в русле развития, в русле эволюции. Мы осваиваем новую энергию стресса для ее использования, а не просто для того, чтобы убежать от стресса, ее гасить, запретить себе думать, о чем не надо думать и так далее. Мы развиваемся как творцы. Сопереживание важно. И созидание. Быть собой – это счастье. Счастье быть собой. Но быть собой и в то же время в коллективном месте – это высшее счастье. Поэтому, друзья, я жду ваши комменты. Помогите мне подготовиться к ребинару, который будет в четверг в 21 час. Очень потрясающе полезный. До встречи.